Мариупольскому пастору-педофилу грозит 8 лет тюрьмы. Подозреваемого в развращении малолетних сегодня взяли под стражу. Для своих юных прихожанок проповедник вел курсы духовного воспитания, которые в индивидуальном порядке посещали девочки. От таких факультативов пострадало минимум 10 школьниц. Однако их родители в действиях пастора преступления не видят. Более того, убеждены. Мужчина накладывал на детей божью метку. Максим Савченко продолжит. За пастором следили полтора года, тщательно собирая доказательства, чтобы на этот раз он не смог уйти от ответственности. Отец троих детей уже был судим за свою слабость к несовершеннолетним, но попал под амнистию прямо в зале суда. Не признает своей вины он и в этот раз. Более того, на защиту своего настоятеля встали прихожане церкви, родители совращенных детей. Они это считают нормальными вещами, что в кавычках этот пастор накладывал божью метку для защиты от всех негараздов, как говорят, бед и несчастьй. Зато бывшие адепты харизматической церкви вспоминают, как пастор Николай наставлял их на путь истинный. Когда он начал приставать к моей жене, она просто мне рассказала. Я выступил против этого. Когда люди начинали говорить, что домогательство к девочкам и остальным, их просто выкидывали и больше не пускали в собрание. Пока что в деле священника 10 эпизодов, но следователи не исключают, что на самом деле совращенных им детей больше. О безобразиях, творящихся в молельном доме, охотно рассказывают соседи. Это было шумно для нас, это было нагло. Приходили подростки, приходили девочки, приходила молодежь. Сам 61-летний пастор сразу после ареста попал в кардиологию, из которой его уже перевели в СИЗО. Максим Савченко, Александр Соколов. Специально для телеканала Донбасс.